всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня очередное видео по теме веганство хоть они теперь стали достаточно редкими потому что основную массу всех вопросов и затрону все что мог в своей жизни выпалил да но все равно еще есть некоторые вопросики вот такую картинку я слепил на ней вы видите там на заднем фоне скотобойня бедные свинюшки висят трупы свинюшек да такое сердечко веганское и печать сто процентов веган перечеркнута ну и как бы написано ты стопроцентный веган вопрос да ну а назван ролик веган косвенно неведомо ну или обманом все равно участвуют косвенно прямо забыл из заблуждения или неведомо или за счет того что его обманывать все равно участвует в убийстве эксплуатации животных я сегодня дам ответ на этот вопрос немножко предыстории еще более раскрыть тему в чем смысл и о чем я хочу сказать что такой вопрос возникал но одно дело трупажоры об этом ты как вегана в принципе это вопрос я же не раз рассуждался это чепуха да вот потому что человек осознанно там обманывают вы могут в гостях где-нибудь обмануть и он там покушал чего-то да ему скальдо ешь там все там нормально все там для тебя а сама туда чем покрошила даже люди к этому не серьезно многие относятся те же самые родители к выбору детей наоборот дети к выбору родителей и так далее да и поэтому такое может быть на этой это не делает вегана не веганом да потому что веган и тот кто из любви ко всему божьему творение ко всему живому избрал путь любви естественно не творение зла то есть не убийство не эксплуатации же существа наоборот сколько можно веган активист сколько можно творить добра защищая их проповеду говоря об этом да вот поэтому сегодня матру пожара парить не будем сегодня в принципе тема для века и видео для веганов потому что у нас такой у нас даже сестрой с моей близкой веганкой во христе был такой конфликт может сказать даже даже дошло до конфликта вот немножко папа поспорили на эти темы вот именно о том что веганом ну там была некоторая причина еще более глубокая не буду говорить чтобы не распыляться ну тоже про веганство вот в концовке вот мы сошлись там начали зато рассуждать что типа вот ну как бы все равно тоже где-то что-то мы участвуем и очень часто сейчас полно интернет этого простите я выражусь говна да в интернете вот все таки знаете я не знаю кто его источник мне больше кажется что я не могу утверждать я не господь бога всем говорю когда какие-то цифры статистики привожу это чисто для красивого словца может быть даже да я конечно же не знаю да о количестве там веганов не веганов среди веганов так называемых зожников и так далее да но мне кажется источников подобной информации основная масса ну или как минимум половина те же самые зожники да а это возможно вообще вот именно трупажоры там сидят все это строчи да какой информация о том что знаете там вот вы не веганы потому что вы ездите на машине а резины покрышки вот на колесах машины да на дисках которые вот из этой резины туда тоже там что-то добавляют там от животного там и так далее да потому что вот то ты производится или делается там с какими-то частями животных до что там используется вот и и вот такого полно и доходит до такого бреда что действительно ну и вплоть даже вот казалось бы какие-то известные любому вегану любому в принципе трупажору убить трупажор какие-то продукты пусть ну понятно есть продукты первичные как называют цельно крупные цельно плодовые там да казалось бы яблоко есть яблоко но что там не веганского а мы сегодня кстати этот вопрос тоже обсудим что тогда яблоко может быть не веганский сейчас попозже мы об этом поговорим вот кого-то может и такое шокирует до информация тогда игру можно до такого абсурда дайте ну сейчас я говорю по порядку все будем не такой небольшой планчик есть поговорить да вот и и действительно вот такие вот информации что якобы в том в том ну казалось бы халва в принципе веганский продукт там арахисовая или и из подсолнечных семечек там нету как бы не веганского ничего да это передробленные да 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 массы либо арахис до каши либо там семечки подсолнечным мы все сахар там больше нет ничего да вот и и многие таких подобных полно то же самое лаваш я вот кто знает но я сейчас опять его кстати не ем вот могу есть могу не есть но есть лаваш допустим там ничего нету кроме муки но основном пшеничной да и воды я ем постные такие даже даже не на дрожжях не на закваске на чем я люблю лавашит меня бабушка называла когда видел когда их кушают ряпочки я все так нарывают лаваш на кусочки и вот кушаем сейчас как-то не покупают и сам делал этот лаваш кто помнит я и в пузево дел здесь я не делал в корше в пузево дел на печке я же там дровами топился вот на этой дровяной печке я и лаваш дел делать нечего как не то что нечего но интересно очень вкусно когда сам делаешь все кроме муки там сахар соль по вкусу сахар инвара солдом соли сюда добавляют вот немножко соли с водой все сам замесил тесто сам эти лаваши напек вот такая половину смел сразу на дел стопку такую но и небольшие дел там больше не было возможно тебе я даже не знаю как их тяжело делать на вилл ролик конечно делают женщины там на востоке в печах всякие мужчины я делал такие небольшие такими пластиночками тряпочками вот очень вкусно был я прям их с огня когда они вообще бесподобные вот аж слюни сейчас потекли вот там ничего нет и я когда покупаю лаваш я смотрю там на ингредиенты там все то же самое что но вода соль сахар там а помп тоже пишет воды нет сахара даже нет тоже таких вот так что вот так вот и к чему зашло то что вот в принципе мы все равно вот в этом есть в этом а я слышал такую статью я читал то 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 и я и тогда пытался и недавно у нас даже еще такой был но уже в мире мы до сих пор слава богу общаемся с моими кто мне близки вот по духу нас просто тоже возникает бывает разном если разногласия да вот дабы мы чего-то как павел писал да дабы явились искусные дабы да да все равно дошли до истины если что-то какие-то есть сомнения мысли куда-то нас уводит или просто мы действительно какую-то информацию потребляем и перерабатываем главное правильнее переработать в себе доброе все оставить злое все выкинуть вот такая вот предислое вот такой вот вот такая вот мысль что мы как бы косвенно все равно в этом во всем участвует что куда сейчас только не пихают эти вот продукты животного происхождения кстати на тему недавно вы помните тоже еще был ролик для веганов я записал что да вот для меня просто что прошла информация новую новость была что какая то что американская компания или полноамериканская что же искусственный мясо якобы выяснилось что не из маленького просто мясо ну делают много мяса не вот смотрите те же самые веганы любители вот этих всяких заменителей мяса там так далее которые пельмени там покупают веганские все веру вы знаете чего покупаете большой вопрос вот ну и вот сегодня вот об этом и поговорим тут немножко разные темы будут еще всплывать я так в общем накидал но буду все больше больше говорить об этом то есть тему что опять вот веганом сто процентов быть невозможно первых еще раз кто такой веган веган это человек мужчина женщина старый млад неважно это тот кто осознав что человечество до человек вместо того чтоб еще созданным в раю адамом и евой до должны были что возделать и хранить рай до любить все божье творение быть веганами питаться все что растет на деревьях и все что растет на земле и падать с деревьев вы помните да вот всем животным была дана вся зелень трав на все все что растет все все растительный мир в пищу да вот мы что сделали адам с евой убили животное и сожрали его труп это и было грех падением первородным грехом за это они сами вкусили смерть за это на них были одеты кожаные эти животные одежды одежда того убитого животного которого они в память о своем грехе да вот это очень важно именно поэтому с животными одинаковой плоти абсолютно одинаковы практически ничем вообще не отличается от млекопитающих на наша плоть да папа органам по всему построению так далее да вот поэтому веган осознав все это осознав что бог есть любовь что он и образ и подобия что преображается сам в эту любовь естественно полностью отказывается от убийства эксплуатации всего животного мира растительного в том числе да и сколько может делает добра то есть помогает животным попавшим в беду защищает их словом и делом да вот кто такой веган мотив и руководствуется он чем только одним любовью ну и вот я вам такую картиночку как всегда слайд сегодня подготовил поработал немножко вот наверху у нас веган картиночка такая но здесь веганка в частности девушка до анимешная такая японская в окружении животных и вот я как бы разделил смотрите вот чтобы вот сегодняшнюю тему понять то есть надо четко отделять себя первое это это само убийство прямое убийство эксплуатации всего живого это первая область а во вторую область мы уже должны выделить с вами все остальное я туда же картинок никаких пихать не стал их можно до бесконечности в том-то делом и сегодня будем в этом горьше мы даже не знаем это продукты уже вторичные так назовем их продукты от убийства и эксплуатации животных это очень важно мы разделяем первый блок и второй блок причем второй блок невозможен без первого он вытекает здесь можно было бы как угодно всякими там такими тоже вот сделать блоками как говорится и что из каждого из каждого что-то вытекает то есть да вот из этого может и два и до продукты от которую вот сейчас мы будем говорить да ладно я что-то перепрыгиваю давайте мы с вами по порядку все будем а то я прыгать начал то есть первое понятно вот какие к первому блоку что относится ну тупо пожирание трупов убитых животных то есть тут сомнений нет что у тебя на прилавке лежит и ты покупаешь ты участвуешь в убийстве животных ради чего ради пожирания их трупов неважно каких животных кто-то и собак кошек есть и так далее до обезьян крыс мышей разные народы разные традиции в разных местах планеты что только не поедает понять что такой труп ни у кого же такое мясо к так называемый это труп просто да мы все прекрасно видим то есть первое чего отказывается веган это от убийства ради пожирания трупа этого животного и даже если она расчлененная мы понимаем может не видим что это за животное но понимаем что это кусок его плоти называемый так называемый трупожоров убить трупожоров мясом это раз второе всем известно от молока от молочной все индустрии неважно кого там доит коров коз коней ну или лошадей там до коней это не дает вот всего все что можно все от этого отказывается почему он отказывает эксплуатации матери коровы да и убийство теленка которого она рождает там целый пучок грехов там и насилуют этих коров там их избивают там их и они все всю жизнь в оковах стоят у них точно так же куча болезнь переломанных доит их уже сейчас вообще даже не руками каким-то там препаратами этими всякими вернее оборудованием это все жуть естественно все это связано со смертью и и малыша теленка которого она родила тушь всех телят на бойню отправляет практически сразу ну или до года вот естественно это вся яичная индустрия все то же самое вот неважно чьи там яйца опять куриные страусины и так далее да потому что естественно там тоже все эти курицы все эти они в оковах все они больные все они с переломными ногами все они живут по 20 штук в маленькой клетке вот все эти яйца которые не покупают или рождаются разводят если их пытаются а там рождаются мальчики всех этих птенцов даже никуда не просто в мясорубку живем посылают то есть естественно веган во всем этом не участвует поэтому не ни яйца не употребляет да естественно это вся вся морская фауна рыбы все дельфины и все прочее живое что там движется шевелится вообще ничего из моря из речки веган не употребляет все это легко своими глазами увидеть да что это такое на прилавке веган это естественно сам вообще никогда этого не делает не убивает не разводит ради яиц молока не ловит эту рыбу не убивает не сначала да вот естественно это одежда явная одежда не скрытая какая-то и непонятная тоже сейчас тоже это явно одежда то есть это шубы кожи очевидные которые еще тебе тем более говорят что это из натуральной кожи да то есть и явно одежда в которые скажем сделано прямо из животного из его кожи из его меха и по подобных вещей естественно вся вот эта похоть то есть веган это не то что только в меня входит телесно это все что и входит в меня так скажем невидимо через глаза через зрение вот естественно это всякий ну ладно я тут по порядок не особо важен в принципе лучше сначала сказать об охоте я говорю то есть охоты порой в современном мире естественно это вообще никакой не средства пропитания да и хоть в каком было мире питается человек пропитание любой человек способен жить даже прекрасно жить на веганском питании это все это бредня убийств труппожоров мировоззрение лживо дьявольск о том что там якобы без труп без трупятина не может это чепуха вот беседы там одежды и так далее всю жизнь была одежда и все это можно и это как его делали одежду теплые из конопли там из чего только все это не делали все это было кому надо бог все создал чтоб человеку был выбор бог не не ставит человека человечество в такие невозможные условия чтобы не мог не грешить святым на этой земле быть возможно реальный человек обязанным быть естественно вот эта вся охота в современном мире вообще развлечения убийства врать просто развлекаловки просто отморозки вот ну и вот естественно все это цирки зоопарки дельфинарии ну все тут все эти какие-нибудь бои там собачьи петушины и так далее все что связано с похотью очей да вот с этими вещами да и созвращенными наслаждениями людей идиотскими да естественно все что связано с медициной если человек прямо знает тем более там на баночке написано там я не знаю чего-нибудь до яички быка там я я от змеи какой-нибудь или что-то еще там я не знаю чуток нет вообще реальный то есть полно препаратов реально вообще они даже ассоциируются с животными там на картинках все понятно и так вот ну естественно сколько может веган интересуется узнает и не потребляет даже лекарства препараты которые сделаны посредством либо животных я говорю опять либо экспериментов на них тоже нас чтобы на человеке что-то одобрить для человека сначала бедных животных мучает убивают на них все эти ужасные эксперименты проводят уроду их природу психику всю их жизнь превращая в ад но потом якобы ради благих намерений все делается якобы сделать благо человеку то есть вот эта группа еще раз о которой мы с вами поговорили надо понимать речь идет о прямом что человеку чтобы распознать это зло всю эту группу ведь ему ничего кроме глаз не нужно они есть у каждого это очень важно понимать ну понятно если бы и люди вот единицы вот это как а рец он тоже может узнать и сейчас вы понимаете и и идем по классике просто вот и все человек есть глаза и все что связано прямо с убийством эксплуатации животных веган не потребляет он здесь ставит просто черту и просто все это зачеркивает все это убивает его это не интересует он этим не пользуется к этому не имеет никакого отношения просто берет все это перечеркивает он год я в этом во всем не участвую меня вот здесь вот просто нету все вот черту и все меня здесь я к этому не имею никакого отношения я в этом не участвую вторая область как я вам сказал мы сможем с вами погадать вот что из чего конечно же вегана по по сути своей что не говори все равно мы стараемся продукцию которую мы покупаем там что-то читать разбираться что конечно ты не просто так берешь все что угодно с полки да ты сушить учета берешь такой что и что явно неизвестно что такое то есть ну любая кулинарии да то есть не цельный продукт который понятно крупы овощи фрукты орехи ягоды там да все все любые вещи травы и так далее да все что с этим связано пусть какие-то комбинации но несложные ты понимаешь это просто микс там каких-то крупы или это там фруктовый салат это и так понятно там или то что люди ты так привык уже по-деревенски рассуждать люди городах живут видит салат те же сам кто-то покупает во всяких да даже быстрого приготовления чего-то такого всяких этих ну вы поняли то вот этих быстрого приготовления всего вот этого всяких этих как и называется то очень короче я житель сельский уже все это забываю но вы поняли вот все это как называется то система то быстрого питания но вы поняли ну вот не понятно всем берет там овощной салат подразумевает что там этого нет ну это то есть у нас вот именно смотрите конечно же ты казалось бы вчера брал 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 вдруг решили там винегрет казалось бы абсолютно веганский салат но вы сейчас спокойно можете действительно где-то увидеть винегрет с мясом столовых в общественных вот таких в кафе естественно вообще любители поэкспериментировать то есть конечно же ты следишь за этими вещами ты смотришь за за этими вещами на 5 что знаете тут промахнуться не получится уж даже если ты купишь случайно не обратят и может каждый день берешь 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 может годами десятилетиями там работаешь на одном месте каком-то заводе там питаешь на столовой берешь этот винегрет там веганский да и бац вдруг политика изменилась но естественно вначале ты машинально берешь берешь каждый день вот но понятно ты его взял первый раз ты можешь не изучал ты не смотришь каждый день не просишь там кулькуляционную карту у повара на заводе а вот можно ли там эту по моему просто так от нигде не висит публично калькуляционная карта не у повара да и ну естественно там и выше по списку да кто за этим всем следит да ну и по требованию может и пока мама даже обязаны помню клиенту показать но просто так от нигде публично не не пишется но это в кафе конечно как там есть подробное меню там еще мог да естественно изменили рецепт изменили меню вопрос другой принцип чтобы клиенту угодить и чтоб клиент знал что он заказывает да ну в каких таких вот столовых там еще от вы есть то и вы там же не кафе что ты выбираешь да какая ты можешь в принципе у повара эксклюзив заказать сказать а вот мне тот а тот а это наоборот вы говорите естественно общественных столовых каких-то организации такого не будет да ты приходишь и есть то что есть вот и поэтому конечно же пусть ты даже взял вот так вот знаешь что ну в принципе ты десятилетиями жил в 20 лет на этот завод пришел в 40 уходишь и там как был от винегрет так и остается да но вдруг он стал не веганским и ты в рот даже это взял есть на тебе грех ну конечно нет ты это сделал неосознанно ты 20 лет если ты там по два часа стоял в этой очереди и каждый раз у повара просил калькуляционную карту на каждое блюдо что ты берешь да это конечно же было бы игра от этого просто я в конце буду говорить но в общем сейчас уже начну эту фразу это можно просто крыши поехать вот веган то не в том что он вот я к тому что веган знаете как в религиозной среде как в любой другой в жизни области можно стать просто психом фанатиком религиозного именно вот таким буквоедом еще есть такое понятие кто знает религиях до соблюдать форму здесь тоже самое делать не в том что веган там вкусил этот кусок мяса и все он теперь грешен и нет ему прощения нет он ел винегрет он покупал винегрет его 20 лет здесь этот винегрет готовили веганским и вдруг через 20 лет там уж повар поменялся хрен его знает да директор тоже может питать со всеми рабочими в этой столовой но решил вот а любитель мяса трупажор и говорит давайте к там винегретик тоже что-нибудь добавляйте я вот люблю брать да вот чтобы ради меня чем не мне отдельно давайте всем поменяем рецептуру и все и ты попал если чтоб свою жизнь не не превращать вот в это вот шизу естественно питаешься этим каждый день ты в голову все не берешь но хорошо изменился но взял ты в рот этот кусок ну хорошо ты понял что ты все тут изменился политик ты с этого дня этого не делаешь вот и все выкинул этот оливье и все и будет это винегрет и со следующего дня его не покупаешь напишешь жалобу верните нормальный винегрет я веган вот так вот и таких примеров полно и это по поводу вот это первая область что конечно же мы смотрим продукты я просто не начал сказать или в конце вы понимаете вот я сказал что не и яблоко может быть не веганским давайте сразу же тему питания чтобы закрыть верю конечно же мы смотрим на сеть кит печень я говорю я вот лаваш покупаю но я раз посмотрел я не буду каждый раз взяв его опять смотреть но я могу там раз в месяц еще раз посмотреть ничего там у них в рецептуре не изменялось на себе ру один и тот же лаваш в одном и том же месте вот человек живет да мы так обычно и делаем да ты ты покупаешь одно и тот же бренд одно и тот же продукт да но ты не будешь как дебилоид я говорю каждый раз смотреть на эту тебя просто в голове шиза поедет я вам серьезность ты будешь так это же на всю на из нас у человека так во всем в жизни это очень важно понимать да ты просто свою жизнь превратишь то что ты только будешь часами в этом ковыряться вот это очень важно понимать конечно что-то новенькое решил взять но посмотри это тоже очень важно но вот как я давай сразу тем чтобы закрою с едой слушайте да вот игры дойти может до того что ты просто вот яблоко возьмите слушать а чем она опрыскивается какими препаратами если не свое собственное ешь который ты вырастил себе дерево посадил он тебе выросла вот ты ешь яблоко это чем она опрыскана каким об методом она выращивалась кто его выращивал дайте можно вот да кто меня христиане поймут то есть такая тема фарисейства до этого вот религиозного брезгливости грешником когда не вплоть до того что руки приходили руки по плоти мыли то потому что на рынке они вот да там покупали ли продавали вообще где-то там в толпе вдруг плечом заделали рукой грешника и так далее ты трогаешь то же самое где они сидишь на тех самых местах присаживался где они сидели они омывались придя там с улицы как бы очищать себя грязь духовно дойти можно до этого что ты это яблочко хорошо но сейчас на машине везут а раньше на все возили на лошадях на повозках так подоставлено так тебе за счет эксплуатации лошади дойти можно до этого что ты все равно а собирали его рабочие там на сборе яблоко не труппажоры ты оплачиваешь это яблоко оплачиваешь труд труппажоров они на эти деньги покупают трупы убитых животных об этом я много раз говорю слушать когда я нанял человека к себе домой допустим ну кто знает я в основном никого не нанимаю но почему даже мне приходится есть область которую ты не имеешь права заниматься там проведением газа до дома да вот слушать когда камень люди приехали я заплатил им деньги я не дал ни на убийство животных я не дал им на убийство детей насилие женщин мужчин стариков или детей на грабеж и дальнейший или еще что-то на машину которую может он собьет кого-то я заплатил ему за его работу он мне выложил стенку из кирпича я ему за это заплатил все на мне нет греха куда он дальше их денет он остается свободным я не плачу ему за уголь ты я ему не дал денег пойди вот животное убей пойди вот ребенка изнасилу разве так это было нет но тебе построил дом ты бишь спасибо дальше ему деньги доходит я вам помогает я такую вот слышал или еще что-то это чепуха чепуха полная и любой нормальный человек от понимает вот те вещи которых я здорово сейчас говорю я не плачу ему за насилие я отдельное видео на ли запишу но я такой не раз просто говорил и в этом тоже скажу это тоже самое для христиан вот и на которые пытаются быть святы во всех сферах жизнедеятельности человека уплата налогов я плачу налоги да я хотел бы я не могу их не платить слушать я ладно я далеко пошел я да уже налоги я этим хочу закончить а то мы все перейдем вот по поводу еды понятно здесь тоже сам может дойти что ты покупай даже яблоко собирает ты ты же не покупаешь веганское яблоко выращенное на веганской ферме без применения чего-либо там уж какой-нибудь из животных опрыскивать чтобы его кто-то не ел обычно это из животного этого извлекают из той же самой гусеницы и делают какой-нибудь яд который ты опрыскиваешь и гусеницу же саму себя не ест поэтому на это яблочко не трогай вы знаете что это вот так вот выращены без применения этого что не собирал его трупажор что она не доставлялась кто знает есть эти амиши такие христиане причем даже которые до сих пор на машинах не ездит по всему миру они живут они все эксплуатируют лошадей ездят только на повозках естественно все но там они могут себе позволить трактора там рядом целый загон короче такие же фарисей да но основной своей массе они именно так делают я надеюсь что эта тема закрыта я подведу это в конце вот по поводу 1 2 вот этого вот раздела и области до 2 это я что хочу сказать это уже вот все остальное давайте мы уже не будем еда такое первое да у нас а второе это все уже вместе я даже тут меня видите таким эшелоном в принципе получилось первая группа такой первый ряд это мясо молочная яйцевая рыбная индустрии вообще индустрии питания а уже во втором так скажем но здесь не эшелонит все вместе ну так скажем два этажа у нас получилось да это игру все что связано дальше человек одежда кровь и так далее и все вот эти похоти и очей и прочих вещей да и так далее вплоть до медицины якобы ради благого дела то есть все остальные вопросы все то же самое слушайте мы когда вот разговаривали даже сестрой с моей и вообще были у меня такие разговоры тоже я все время говорил слушайте поймите вы вот по поводу вот резины сколько я и мы с ней тоже его слушай я вот игры ты можешь мне дать источники где вот конкретно статья где что в резину что-то добавляется я впервые вообще слышу что в покрышку от машины в резины на заводах добавляют какие-то продукты животного происхождения я впервые слышу я никогда такого не слышал я и как бы сейчас даже не буду о чем я ей говорил в общем были слушайте мы никогда во первых когда вот такие статейки выкладывают или что-то подобное я знаете вот я говорю слушайте откуда мы знаем что это правда вот кто это написал это трупажор подкалывает веганов и пишет всю эту чепуху они же тоже там психованные есть бегут за веганами всякую чепуху тоже пишут несут это веган это зожники какие-нибудь вообще фанатики это веганы может быть искренне но такие же тоже у них крышняк может едет там что-то он там выискивает а может вы знаете и веган ты особенно если это веган не христианин он соврет для него у них есть клин такой они любят животных на людей вообще насрать и об этом много раз говорил кстати современные события агрессии расшеств против украинцев это показали и раньше если к моим словам как-то относились так себе да легкомысленно пожалуйста он веган но топит за убийство украинцев да за за геноцид украинцев и ничего ему никак это веганство ничего поперек горла не становится его его этим мыслим и словам которые он везде разносит лучше давай тебе бей хохла спасай россию и ничего и ничего для него веган то может зожник а может для веганство только любых животным хотя другие веганы до которых доходит от пишут вообще-то это ахимса ближе к этому не носили вообще никакому живому существу и не только животным и к людям да вот и так далее вот и я вот говорю кто вот это все пишет вот на какое мне основание ему доверять любую информацию над проверять написал он даже может при брехать что он там работал не работал вот я привожу в пример все доказательства того что любой любые вот эти вот сложные продукты которые мы с вами потребляем во первых их производстве вся коммерческая тайна это всегда потому что все производители резины между собой соревнуются естественно за за клиента заказный продукт они кучу денег от своей прибыли вкладывают и нулевые ручки все в минус работы да и где-то имеют какие-то посторонний источник инвестиций они кучу денег вкладывают в новые разработки в исследовании и все лучше пытаются улучшить свою продукцию и когда что-то там придумывают изобретают добавляют у них получается хорошие результаты это коммерческая тайна все кто работает на производстве и имеет доступ к этой информации подписывают точно такие же договора и соглашения не разглашение не уж там каждый рабочий он и вот именно знать не знает но технологи все все кто там работает вот в этом исследовательских местах они все подписывают соглашение не разглашение коммерческой тайны это обязательно и их точно также будет преследовать по закону если узнают что информация просочилась от них если найдут источник это 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 поэтому я говорю слушать вот откуда он это знает вот в публичном доступе этого нету да я понимаю есть хит сливы и так далее разоблачения но я читаю меня не впечатлил боль говорю я пытался по подобным некоторым вещам пройтись поискать информацию я кроме чепухи такой поверхностной ничего не находил глубокого действительно что меня убеждала что вот это вот так вот вот и так куда ни коснись и я просто уже когда ты отвечает на такие вопросы или слушать вот мы чем бы не пользователь возьмите смартфон вот насколько это сложное устройство или машина то же самое это очень сложное устройство внутри чего только нету внешне вернее внутри здесь каких только десятков какие десятки здесь сотни если не тысячи может быть материалов очень разных стекла пластика кучи разных сплавов то что она и все учу только не сделано там одна камера еще только не сделаны из каких десятков частей до и разного рода ты знаешь как все это было сделано ты сможешь все это изучить ты им пользуешься ты можешь сказать что у меня стопроцентный веганский телефон конечно же нет а машина современная машина не 30-летней давности где две ручки четыре колеса одна коробка металлическая нет современная машина там вообще уже просто беда чего ты сможешь узнать чё это как работает многие ездят как пользователи под капот не заглядывают никогда знать не знает что там и как крутится да я казалось бы разбирайся в юности в детстве сейчас загляни под современную машину да я туда меня как все эти маме я как женщина буду стать что-то можно понять там большой плитой уже сейчас все накрыто да ничего не видно все красиво все шумоизоляция закрыта все тихо спокойно и пока не сломалась это сломать там ничего не поймешь ну в кгц в старых машинах я еще разбираюсь что-то могу там сам сделать машинах я прекрасная как двигатель внутреннего сгорания работает вот ну ладно сейчас будут ходить от темы вот в современная также как баранка горит на нового рота будет смотреть вот что там как фит работа что туда добавили что сколько там всего ток не напичкано сейчас как все это работает какие все эти жидкости понять где они откуда из чего не используется вы знаете сколько жидкости только в машине сменных так называю расходников и куда только не пихают действительно чем сложнее там все это оборудование механика вот чего только нету такой такой то посмотрите в книжке в сервисные ли где какой там список замены жидкости всякое разное все материалы из которых она ну да понятно ты покупаешь машину тебе прям предлагают ой не хотите к салон из натуральной кожи до верблюда ты конечно нет мне вот дерматинка хватит до из говна и палок из тряпочки вот и все одно дело сознательно те прямо предлагаю говорят что это вот продукты а другой делал все вот это вот и я вот тогда я говорю и сестре и в общем я вот как бы говорил что все это бесполезно ты действительно в этом мы нам тогда надо выйти из мира все что нас окружают все абсолютно но я в принципе вот майка там ну ты знаешь она там хэбэшная да ну хорошо а может что-то добавлять но там есть какая бирка что-то почитать или слушайте опять же это же только красивая обертка к новой теме еще сейчас немножко переходим вот тут про молоко у меня слайд я просто других искать не стал никогда не задумывается о том что скрывает за веселыми картинками слушайте если действительно вот продукты но здесь молоко вы помните посмотреть там на тушенку там никогда не показывают скотобойню там никогда не показывают как это все делают животными там показывают красивые картинки веселую коровку веселую свинюшку до людей лицемерия и ложь до обман вот этот он даже прямо когда вот это вот естественно каждый может узнать что творится это все очевидно для каждого да тут никаких нету двойных стандартов или счетчего все понятно и так и все равно никого видите не щемит и спокойненько на картинках что изображается у нас на тушенке не показаны ужасы до всей скотобойни там веселые свинюшки показаны радостные коровки на говядинке так далее на курятинке или на печеночке или чё там еще есть я все это не помню паштеты все эти да там разве ужасы показаны там разве показаны картинки из нижнего ряда не там всегда картинки из верхнего ряда слушать если это на первичных продуктах вот на этой первичной области о которой мы с вами говорили если из к ней так относится с ней так поступают да с людьми соответственно кто и потреблять да тушь чего говорить о второй на втором вот этом блоки да где все что там я вы может заметили тут такого просто как бы сумасшедшего профессора врача как бы схеме но это меня там есть картинка из медицины вот то здесь вот это все вот все что химичит уже куда-то добавляют вы поймите откуда все это берется то вот откуда все это куда-то там вот все что мы потребляем какие-то продукты я и ведь я вторую блок назвал продукты убийства эксплуатации животных или от них вот все что остается понятно помимо того что ты мясо от убитого животного коровки там остается копыта жир какой-то желатин там чуть только нету кровь то же самое наверное я не знаю там волосы шкуну кое кожу понятно куда пускай но еще сколько всего и все это куда-то пытаются жалко жда хочется на всем заработать все понятно куда пихают распихивают шкуру содрали животного для одежды понятно и вот куда девать кости сухожилия там все это действительно извлекают что-то из крови этом не знаю там эту дурь я вот даже лезть не хочу я так приблизительно размышляю вот естественно куда-то это может естественно это же остается на этом проводит какие-то опыт опять есть лаборатории так далее все это куда-то дальше идет но все что с этим прямо не связано я говорю вот как я это могу даже когда вы читаете эти этикетки ну кто вам правду скажет и тогда те прямо можно опять тыкнуть ты не веган потому что вот ты его там ты знаешь чё там да никто не знает никто не знает что за этикеткой я покупаю этот лаваш постный на нем не на этикетке написано все там не написано производства там написано ингредиенты насколько они правдивы я не знаю а на самом деле может туда молочка то сухого добавляют 50 грамм чтобы он был такой прикольный я не знаю это не написано этикетки могут ли на производстве ложью заниматься конечно в современном мире для человека ничего не значит кроме собственной выгоды ну или по-русски как бабок да по всему миру так говорят деньги все жажда не что вот и все разве это может говорить что вот я там не веган стопроцентно если я вот это да я своей стороны все пценте тк я не могу узнавать как где этот лаваш дел я что могу на этот завод съездить он может близко может это местный какое-то производство может далеко я могу все это узнать а когда я туда приду мне что всю правду покажет что тут у меня еще по списку то ну да идем уже я вот эти общие мысли буду вам наговаривать да что по сути то все 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 что мы вот это вот потребляем да я говорю мы никогда достоверно не узнаем что там и как там и конечно же дайте можно безумие что веган понимать что во всем этом участвуют те же самые труппажоры индустрии эти да это очень важно это все перемешано в этом мире дайте можно такой вот фарисейско религиозной брезгливости что якобы вот да то то там этот человек то трогал до яблочко потрогал труппажор я уже убрать не буду даже в магазине да я буду стоять и день прям а где с машины снимать тогда только все самому уезжать но опять же игру вот казалось бы тогда надо все бежать павел царем апостол павел так и говорил что если нам вот не сообщаться никак с грешниками надо выйти из мира то есть свалить отсюда вообще в небесное царство и вы знаете я уже говорил слушайте если хотя бы было на земле какое-то место таких анархистов свободных людей которые дали против всего плохого за все хорошее и там не нужно ни государства некие не вот это ничего вот день хоть был бы место такое вот свободных людей без всего без всяких систем без ничего каждый живет просто сам по себе на земле никого вокруг себя не трогает все нет такого места на земле это место есть на небесах называется царство любви иисуса христа вот там все будет свободным без систем да никто никого не трогать никогда никакого зла не делает сколько может доставлять друг другу радость через наслаждение на земле нет такого места некуда свалить ты везде будешь обязан платить налоги гражданин ты страны переехал ты тебя я от них не освободят еще больше нагрузят ты везде будешь платить я всем вырыл куда налоги все идут ну какая-то часть идет на добрые дела на пособие многодетным нуждающимся инвалидам на строительство дорог инфраструктур на там помощь какую-то нуждающимся да на развитие на оплату зарплат учителям и так далее доктор и добрый воспитываю учит по идее там конечно мы сейчас не берем на то в каком все это виде в теории должно быть я бы хотел за это платить да даже вот но часть их идет на убийство на войну на те же самые на все эти на войны все эти таможни границы я не хотел бы зачем эти границы откройте все границы мне нужны таможенные службы и не нужны министерстве наслали странных дел не вся чепуха не нужна мне много чего в государстве не нужно я вынужден платить один единый подоходный налог я про россию сейчас говорю везде тоже разные темы но плюс-минус все к одному сводится ну ты в россии обязан платить 13 процентов подоходный налог а там без тебя разбираются и ты не можешь не выбирать куда эти деньги отправить да все ты им не распоряжаешься но заплатить то обязан все выход у тебя один сваливать отсюда из страны либо в другую страну когда ты через пару стран свалишь а сейчас современном мире достаточно интернета и общение ты поймешь что некуда валить нет на земле такого на том круглом шарике на которой мы живем с вами с которого сбежать никуда невозможно нету места куда мы могли бы свалить и и вести помимо внутренней внешнюю праведную жизнь если вниз не сообщаясь с грешником с грехом с миром лежащим возле нет такого места она есть евро на небесах только туда валить все других вариантов нет это очень важно такие вот вещи понимать ну в принципе я все выпалил вот подводим такой итог возможно ли быть стопроцентным веганом вы знаете все время топлю за совершенство ибо человек обязан быть и может быть кому-то иногда хочет показаться река что я тут пытаюсь оправдать какое-то зло чтобы вот мнить себя совершенным нет это действительно так ты либо совершенен либо нет либо ты творишь зло либо не творишь и наоборот творишь добро либо тоже нет очень важно поэтому на самом деле дело не в каком-то внешнего действительно внутреннем понимании этих вещей и вот сейчас еще раз на это я этот слайд не просто так попыхтел и сделал то есть я еще раз покажу простую вам мысль да на ней как о чем я говорю слушайте все что вот здесь вот производится что мы говорили своем втором блоке это берется по любому из первого невозможен второй блок без первого но что все что там дальше химичит кто-то куда-то это все добавляет это получается только потому что есть индустрия убийства эксплуатации вот этот блок который у вас посерединке сейчас нам так видится да это блок убийства эксплуатации живого существа поэтому если веган человек веган до полностью проводит линию отсекая вот эту вот вещь убийство эксплуатации и не участвует прямо в убийстве эксплуатации животных всего живого он уже автоматически никак не участвует в этом из как хотите внутри своего сердца внутри того мира который он создал который желает чтобы был и который ждет его если он живет по такому принципу понятно здесь обман тебе показывает одно за спиной другое но мы веганы да это и христианство относится то же самое игру как вам вот образ привел до христианин не хоть к пацифисту который не хочет в войне но он платя налоги это его не делает это и милитаристом анти пацифистом или не пацифистом хотя бы да никак не делает он не дает он вынужден не нет другого выбора реально вот по плоти у него нет другого выбора я говорю тогда нам надо здесь вообще не был либо не рождаться либо родившись сразу нас здесь младенцами еще удушать всех убивать в любой стране ты будешь платить налоги в любой стране есть армия в любой стране я только об одной слышал и так толком не пойму есть там она или нет папуа нового гвенея непонятно как то свалить и там никого не ждут но это это лишь одна область ты свалишь туда там будет другой я говорю там может армии нет до полно скотобойни ты ты не сбежишь здесь нет это место я уже сказала где вам всем известно на небесах все поэтому здесь мы созидаем внешне сколько можем от себя свой внутренний мир который мы хотим и в которой хотим конечно же когда-нибудь попасть по плоти раньше или позже и вот человек который отсекает прямое участие вот здесь он отсек он сказал я ведь поймите если вот как вы помните когда мы это винтерс читали все это моделировали да помню там тоже так очень часто было да такие подобные вот эти все вопросы а что если там и вот все же одно из другого вытекает здесь очень важно тоже понять вы может где-то косвенно так скажем участвуете но вы тем что вы не участвуете в прямой не поддерживаете если бы все все хотя бы соблюдали вот этот блок ладно буду я брать сейчас прямоугольничек мне так удобно рисовать если бы все соблюдали вот этот вот первый блок все откуда появится 2 никого не убивать на скотобойнях ничего от животных не остается никого не эксплуатируют ради молока или там яиц не убивают никаких морских животных обитателей да не убивает их ради шуб не ней не там на охоте нигде не проводят эксперименты на них медицинские они у них там не помирают с ними тоже чем там с этими трупами делают все откуда все остальное возьмется мир уже вздохнет спокойно ты уже будешь спокойной душой все покупать если что если что-то где-то в какой-то области появится кассу лет специальные животных там убивают расчет хотя как узнают что что-то от них полезно если они их не убивают если их вообще перестанут и мертвыми будет хоронить они там разрезать отчет там выискивать в них все лишь я против вообще убийство эксплуатации если мир от этого отходят все второго просто не существует уже каких-то тайных там непонятных случайных до вариантов тебе уже не надо ковыряться тогда в резине в этой ты знаешь мир веганский все все мироздание против убийства эксплуатации животного существа прямого самого прямого когда-то его схватил и что-то с ним сделал ты бишь этого делать нельзя я против этого да если что-то я узнаю я конечно от этого отстраняюсь если действительно устраняешь я говорю слушайте если ты действительно веришь ты прочитал какую статью какого-то неизвестно кого но может узнал этого автора какую статью просто так знаете какой статье и даже не знаю даже кто пишет веган даже или не веган я не знаю этого человека у него нету блога я не могу на нее посмотреть в глаза и посмотреть кто он есть какая кстати какие буквы на экране все горы слушать это же ничего не значит хорошо каждому поверит и веришь ради бога то да да будет связь по своей вере ты веришь что в этой резине поверил статье но я не верю я она меня не убеждает резал другая статья будет завт четвертая я сам могу понимать тогда без этих статей даже и яблоки которые ты покупаешь их тоже веганы и не веганы трупажор их неизвестно чем опрыскивать чтобы их они не ели уж я знаю как принципы делаются все яды туда добавляется именно что-то животное как бы свои особи чтобы они вот это вот не жаль потому что якобы они там каннибализмом не занимаются да вы колорадского жука когда траву покупаете она сделана именно из колорадского жука они якобы чувствуют свой запах и не едят что-то я знаю как заинтересовался так что ты в этом просто во всем не участвуешь вот и все сколько можешь сколько тебе известно сколько ты доверяешь какой-то информации да хорошо я ни в коем случае не против этого но другому укорить в неверии что ты ему вот сказала вот знаешь а вот это вот это а вот там дсп мебель делают туда такой клей в этом клей ты знаешь что я не знаю что в этом клей даже не знаю с чуклей дсп я не знаю я когда фанеру покупаю дсп в магазине мебельная там нет там нет даже состава ну древесина с клей максимум что ты если ты увидишь это на ценнике не факт что тебе вообще дадут какую-то как там тоже есть какой-то состав не знаю даст ли тебе продавец да у него может и нет от производителя этого но у них там есть у них по моему обязаны быть при продаже то может быть сертификат идут может быть идут на как может быть нет я понятия не имею я на какой-то там не знаю булерьян железный покупаю печку но на нем какая-то там я не знаю какая штука пластиковая хотя на булерьян не может быть пластиком не знает чего нибудь да я как узнаю вот это что за что железо вроде бы чистое железо за можешь в железо что подмешивать ну вот откуда я знаю она чем-то в принципе обработана все равно какой-нибудь или грунтовкой откуда разобраться до грунтовка понимаете это это огромная разница вот я прямо не участвую в реальной убийстве эксплуатации животных я этой линии когда подвел я говорю все я уничтожаю все вот это дальше тем более я хочу чтоб этого не было это говорит все о человеке в нем любовь и он не хочет этого он не хочет чтобы это было в царстве небесного то что там дальше вот эти вот химичит и не зря здесь такого психованного химика изобразил да я не могу за весь мир этот я в этом не участвую я в этом не смогу во всем разобраться никогда в жизни но физически не смогу это невозможно это все скрыто даже если я себя говорю утешу я если адекватный человек я понимаю что в теории тогда мне все это на великом суде откроется до что вот и вот купил вот тряпочку она там какая-то была ты знаешь там вот в той то там вот ниточка какая-то есть или вот это лейблик который как раз был пришит с этим с тем что там внутри да сама то она написано хлопок там все обычная вот тряпочка да ты на ней сейчас я вот сижу а сама ты это как раз бирочка как раз она вот ты знаешь туда там вот этот немножко с этим а это из того добавлялось слушать и вот я надеюсь вы все это слушать и понимаете абсурдность всего этого это делает меня не стопроцентный вегатом нет я могу за себя сказать что я стопроцентный вегат я не участвую прямо в убийстве эксплуатации живых существ не могу уж молчу вообще про собственные руки естественно не плачу за это никак все что я могу все что в чем-то я разбираюсь на что мне хватает времени конечно я лишний раз какую-то что-то я я покупаю простую пищу достаточно даже если да покупаю даже какие-то смеси да я конечно же смотрю сколько это возможно там пару раз да я покупаю одну и тоже я могу при смене магазина пересмотреть там это дали что-то еще вот но я не могу всего узнать я не могу каждый день этим заниматься потому что там может что-то поменяться вот и все это не делает это делать меня не стопроцентнее я стопроцентный я топлю за это чтобы это все убрали чтобы это услышал тот кто это может быть вот именно взял и решил там до подмешивать и услышит и станет веганом и перестанет это делать если все все кто вот здесь вот этим вот занимаются вот в этой вот области в продуктах в производстве чего-то из продуктов уже убийство эксплуатации животных если все они вот здесь такое тайное царство тьмы все они здесь станут веганами все и вот они от этого сами отрекутся они вот это все перестанет так я который проповедник веганство евангелист разве я мам можно меня укорить в том что не спроса веганности я говорю хорошо пусть я чего-то не знаю я борюсь чтобы этого просто не было я бью в самый корень все станьте веганами и все все будет прекрасно а веганом стать я говорю вот именно и значит отречься от всего вот этого вот первичного блока и тогда как бы ты там кого не это тогда вам не как никогда уже мама друзья или дети не подмешают что-нибудь или не скажешь да ешь все нормально а сами знают что там им либо не охота выковыривать либо не к этому легкомысленно относятся да пофигу что ты там да то что они сами стали все нормально так наша цель какая самим вот от этого всего отречься и что делать очень важно в жизни проповедовать говорить о том чтобы все вот от этого отреклись это я бы скорее сказал что ты стопроцентный веган будешь тогда когда ты не просто сам перестанешь во всем этом участвовать когда ты действительно будешь за это топить чтобы все вокруг тебя остановили я уж не говорю вам прям там агрессивно дебаты вести если вы не способны по своей психике знанием еще каким-то да с трупажорами воевать до священной войне джек веган джихад есть такая песня да ну уж от себя да вы можете странице заблокировать все комментарии но все равно постить как свой дневник вести соцсети группы с кем-то говорит с кем это более-менее возможно кто не прям вам там артачится да знаете возрастать тухи надо и в твердости ну сегодня раз вам рот заткнули и не надо бояться что вас где-то сказали вы пока сегодня не можете дать ответ учитесь учитесь давать ответы познавайте все вопросы чтобы ответить на все вопросы трупажором для этого что как мы плавно лаконично перешли еще раз вам всегда дам отсылку к своему каналу в частности к каналу христалю пробки в пищу в пустыне вегана и прям есть у меня раздел в плейлистах можно создать раздел еще и вот есть раздел веганство здесь сколько у меня 10 плейлистов все более-менее по полочкам разложено есть фильмы известные знаменитые культовые изменившие миллионы людей их тоже можно людям самим перепощивать периодически людям кому-то в личке друзьям своим отсылать веган по сердцу это где не мои а кого только нету всяких известных малоизвестных проповедников веганства не веган потому что очень классный плейлист вот с ответами на кучу вопросов веган во христе это для христиан очень все полезно два плейлиста и веган по библии хищники домашние животные охота цирки вот это все все что связаны веган не ест продукты мясо рыба молоко вот все что связано с продуктами там такой внизу что же и веган по здоровье даже отдельно выделил зож питания вегетарианство или веганство я скорее всего сюда помещу этот ролик по ссылке потому что там вот как раз и есть то что вегетарианство тоже недостаточно может как не стопроцентный веган да ну есть такая стихи песни сказки цитаты но тоже очень хороший плейлист там можете найти очень знаете порой какие тут эти вещи бьют в сердце сильнее чего-либо вот я своей стороны сделал все что мог так что вот так вот поэтому всем всем я желаю добра и чтобы все весь мир стал веганским в частности да давайте что-то для этого делать мне на этом все надеюсь видео вам было полезно и отрадно каких-то вещах вас утвердила открыла закрыла какие-то вопросы какие у вас были вот голу веган и и и и и и Продолжение следует...